День в истории. 7 февраля. 7 февраля 1478 года в Лондоне в семье юриста родился Томас Морр. Английский мыслитель, писатель, один из основоположников утопического социализма. Автор сочинения утопия. Томас Морр получил образование в Оксфорде. Избранный в парламент в 1504 году, Морр выступил против разорения страны королем Генрихом VII и был вынужден скрываться. Когда страсти улеглись, он стал помощником шерифа Лондона. В 1516 году Морр издал трактат утопия с греческого, места которого нет. Автор рисует государство, где люди живут в самоуправляемых городах, а земля и собственность находятся в общем пользовании. Все произведенное сдается на общественные склады и распределяется между отцами семейств, чиновниками, причем последние не назначаются, а избираются. Эти же отцы семейств командуют производством и по очереди отправляются на два года работать на пригородных фермах. Состав семьи регулируется должностными лицами. Жители питаются в основном в общественных столовых. Утопия оказала огромное влияние на религиозных сектантов, отправлявшихся в Америку. Сам Морр, посвященный в рыцаре в 1521 году, возглавлявший палату общин и ставший лорд-канцлером, выступил с памфлетами против реформации общественного движения в Западной и Центральной Европе в 16 веке, направленная против римско-католической церкви. И негодовал по поводу крестьянской войны в Германии. Его гуманистические пристрастия воплотились в переписки с единомышленниками, в числе которых был Эразм Роттердамский и защите католицизма. Через 400 лет, в 1935 году, канонизирован римско-католической церквью как святой. Говоря о предшественниках марксизма, социалистах-утопистах XIX века, Анри Сенсимоне, Шарле Фурье, Роберте Оуэне. Ленин писал, как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сенсимона, Фурье и Оуэна, трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно. Так, немецкое практическое рабочее движение не должно никогда забывать, что оно развилось на плечах английского и французского движения, что оно имело возможность просто обратить себе на пользу их дорого купленный опыт. Избежать теперь их ошибок, которых тогда, в большинстве случаев, нельзя было избежать. Владимир Ильич Ленин, том 6, страница 26. Что делать? Эти слова с достаточным основанием могут быть отнесены также и к Томасу Мору, великому предшественнику социалистов-утопистов XIX века. 7 февраля 1899 года родился Арвид Янович Пельше, советский латвийский партийный и государственный деятель, ученый-историк, дважды герой социалистического труда. 7 февраля 1906 года родился Олег Константинович Антонов, советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор. С юных лет увлекался авиацией, занимался в школьном кружке любителей авиации. В 1924 году, во время обучения на путейском факультете Саратовского университета, в который он поступил, чтобы быть ближе к авиации, построил свой первый планер, организовав местный кружок любителей авиации. В 1925 году поступил на машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института имени Калинина, который закончил в 1930 году. В 1931 возглавлял техническую часть высшей летнопланерной школы и Центрального бюро планерных конструкций ОСО Авиахима, занимаясь постройкой планеров. С 1933 года главный конструктор планерного завода в Тушино. С 1938 года ведущий инженер КБ Яковлева. В 1940-1941 годах главный конструктор завода в Ленинграде. С 1943 года первый заместитель генерального конструктора Яковлева. С 1946 руководил филиалом ОКБ в Новосибирске. Под руководством Олега Константиновича Антонова были созданы Планеры Голубь, Ротфронт, транспортные самолеты Ан-8, Ан-12, Ан-26, Ан-22 Антей, Ан-32, Ан-72, Ан-124 Руслан, многоцелевые самолеты Ан-2, Ан-14 Пчелка, пассажирские самолеты Ан-10 и Ан-24. Умер 4 апреля 1984 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. 7 февраля 1921 года родилась Неджмие Хаджа, деятель Албанского коммунистического движения, член Коммунистической партии Албании с 1941 года. Вдова лидера Народной социалистической республики Албания, Энвера Хаджа. 7 февраля 1922 года. Войска Красной Армии входят в поселок Ухта. Северокарельское государство самораспускается, а его руководители бегут в Финляндию. С 7 по 11 февраля 1924 года. Установление дипломатических отношений между СССР и Италией. 1974 год. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Академии наук СССР орденом Ленина в связи с 250-летием со дня основания. 7 февраля 1981 года. В авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. В феврале 1981 года с целью проведения военных учений в Ленинградской военно-морской академии был назначен сбор высшего командования всех флотов СССР. Руководил сбором командующий ВМФ СССР Сергей Горшков. В числе участников сборов также находилась и верхушка Тихоокеанского флота, прилетевшая на самолете Ту-104 борт СССР 42-332. На этом же самолете неделю спустя им предстояло отправляться обратно. На протяжении 7 дней шли учения, по итогам которых было решено признать командование Тихоокеанского флота лучшим. После этого все начали готовиться к отлету. 7 февраля 1981 года. В 6 вечера в снегопад борт СССР 42-332 вышел на взлетную полосу. Через 8 секунд после отрыва от земли самолет резко вышел на слишком большой угол атаки и накренился вправо. Через несколько секунд он с высоты 45-50 метров рухнул неподалеку от взлетной полосы. Ту-104 почти мгновенно полностью разрушился и загорелся. К нему в тот же миг был направлен отряд спасателей и пожарников. Но ни те, ни другие почти ничего не смогли сделать из-за сильного пламени. Единственным выжившим, подобранным спасателями, оказался старший лейтенант Валентин Зубарев. Так как во время взлета он находился в кабине экипажа и при ударе его выкинуло через стекло кабины пилотов. К сожалению, Валентин Зубарев не пережил эту катастрофу. Умер по дороге в больницу. Таким был этот день в истории.